Позвольте мне вас поприветствовать на этой лекции, посвященной фотографу Филиппу Халсману и той выставке, которая проходит сейчас в Центре толерантности на первом этаже. Наверняка вы все посмотрели эту выставку. И сегодня, конечно, я собиралась бы говорить не о всех аспектах творчества Халсмана, а только о некоторых, поскольку это возможно за то время, которое есть для этой лекции. Конечно же, когда вы ходили по залам с фотографиями, вы, конечно, видели, что там представлены в основном фотографии из знаменитой серии прыжок, но это не единственная область деятельности Филиппа Халсмана. Его называют мастером портретной фотографии, и, собственно, серия прыжок как раз является примером его портретной фотографии. Но также его считают основоположником или, по крайней мере, человеком, который сделал очень много для того, чтобы разрабатывать сюрреалистические аспекты фотографии. И, конечно, об этом свидетельствуют прежде всего те серии, которые он делал вместе с Сальвадором Дали, с которым познакомился, и с которым его связывали приятельские отношения. И здесь вы видите крайнюю справа фотографии из знаменитой серии, которую Халсман сделал вместе с Сальвадором Дали под названием «Усы». И на выставке вы, конечно, обратили внимание и наверняка разглядывали еще одну фотографию, которая сделана также в рамках сотрудничества с Дали, и которая называется «Дали Атомикус». И, конечно, наверняка вы знаете, что для того, чтобы сделать ее, Халсману потребовалось очень много планов для того, чтобы фотография выглядела так, какой мы видим ее и сегодня, во всей ее подвижности и незавершенности, одновременно композиционной точности. И, наконец, еще одна область деятельности Халсмана – это фотографии моды, фотографии советской жизни. И, прежде всего, эта область его деятельности связана с работой с различными изданиями, и, прежде всего, безусловно, с журналом «Лайф», который существовал до того момента, как на его обложке появилась фотография Халсмана, всего около шести лет. И именно благодаря фотографиям Халсмана этот журнал сделался более популярным, и Халсман продолжал сотрудничать с этим журналом очень долгое время, и в общей сложности сделал около ста обложек для этого журнала. И это тоже было очень важной вехой в развитии, и даже, я бы сказала, в распространении той фотографии, которой занимался Халсман. А скажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно? Прекрасно. Но, несмотря на то, что этих аспектов, которыми занимался Халсман с фотографией, и тех опытов, которые сделали его известным, которые сделали известным издания, с которыми он сотрудничал, их было множество, и говорить о них всех в одной лекции было бы трудно. Поэтому я хотела бы остановиться на портретной фотографии, какой она была до Халсмана, какой она предстает до начала его работы, как Халсмана можно соотнести с другими фотографами, которые тоже занимались портретной фотографией. И для этого я бы хотела обратить ваше внимание немножко на разные аспекты, которые связаны с портретной фотографией. И для этого я бы хотела коснуться некоторых исторических моментов, некоторых технических моментов, которые связаны отчасти с историей техники, отчасти с историей медиа, поскольку все эти условности и приспособления накладывают, безусловно, довольно значительный отпечаток на работу фотографа, поскольку с ними он вынужден иметь дело. В отличие от других способов портретирования, может быть, более известных и более конвенциональных, портретная фотография является довольно своеобразным жанром. И я бы хотела обратить ваше внимание, что портретная фотография появляется, конечно, не сразу. И у первых фотографов ее, пожалуй, нет. Среди первых фотографов, которых обычно представляют на первых страницах различных историй фотографии, вроде Ниепса или вроде Телбота, больше внимания уделяется другим аспектам, с которыми, как им казалось, может справиться такая новая техника производства изображения, как фотография. Но, тем не менее, уже через довольно небольшое количество времени, конечно, фотографию начинают использовать для того, чтобы изготовлять именно портреты. И здесь вы видите портрет, фотографию Чарльза Дарвина, которая была сделана в конце 1860-х годов, практически в начале 70-х. И эта фотография была сделана Джулией Кэмерон, которая считается одной из первых фотографов. К тому же, что довольно нетипично женщиной-фотографам, поскольку обычно этой профессией занимались не женщины, а мужчины. Но в дальнейшем фотография как способ получить портрет распространяется все быстрее. И довольно быстро в Европе распространяется такое явление, как фотографические студии, где фотографии могли быть сделаны в довольно большом количестве. И хотя, как вы, наверное, знаете, фотография тогда требовала гораздо больше времени, чем сейчас, и гораздо больших технических знаний, опять же, чем сейчас, тем не менее, эта процедура фотографирования становится все более популярной, и поэтому количество студий растет. И, наконец, на распространение фотографии как средство получения изображения оказывает влияние изобретение, которое, в общем, скорее связано с практиками менеджмента, чем, собственно, с художественными или фотографическими занятиями. А именно, Диздерри приходит в голову, что можно делать визитные карточки. И, фактически, то, как мы используем сегодня фотографию на документах, удостоверяющих личность, на разных карточках и тому подобных документах, все это берет начало от изобретения Диздерри, который придумал делать маленькие фотографии, которые он называл визитными карточками. Но здесь важно обратить внимание, что фотография довольно быстро оказывается используемой в самых разных жанрах. С одной стороны, это массовая фотография, а с другой стороны, это фотография известных личностей. И если, опять же, вернуться к самому началу, то первые фотографы фотографировали прежде всего своих знакомых, своих друзей, тех, кто их поддерживал, что, в общем, и понятно. Но вот здесь, как вы видите на этой фотографии, которая сделана всего через несколько десятков лет, примерно через два с половиной десятка лет, после того, как фотография была официально запатентована как средство получения изображения, уже появляется идея о том, что можно фотографировать известных людей. И здесь мы видим фотографию Дарвина, известного ученого. Также я бы хотела обратить ваше внимание на то, что одновременно с появлением, собственно, такого жанра, как фотографии известных деятелей культуры или науки, писателей, ученых и тому подобное, начинает складываться потихоньку, постепенно манера, в которой, собственно, этих деятелей снимали. И в значительной степени, конечно, ориентировались на живописный канон, то есть фотография, ранняя фотография и далее, в том, как она выстраивалась, в значительной степени брала в качестве образца живописные портреты, парадные портреты прежде всего. И если вы, например, когда-нибудь видели выставки довольно ранней фотографии, которая часто делалась в фотографических студиях, то наверняка вы можете вспомнить, что это не только портретируемый тот, кто вызывает сегодня интерес зрителя, но и те предметы, которые его окружают, поскольку это тоже довольно говорящие знаки эпохи, позы, в которой он сидит, как он опирается на столы и тумбочки, что находится у него в руках и так далее и тому подобное. И здесь вы тоже видите некоторую стилизацию, которая уже имеет место, несмотря на то, что это довольно ранняя фотография. И подобные приемы использовались и впоследствии, и продолжают даже использоваться и сейчас в разных подходах, которые рассчитывают на определенный эффект фотографии, так как она связана с моментом остановки и замораживания момента, как об этом принято писать, в которой, собственно, и происходит нажатие, ну, по крайней мере, происходило раньше, когда фотография была аналоговой, когда происходит нажатие на кнопку, то происходит остановка. И поэтому фотография довольно часто вызывала такие ассоциации, которые связаны с процедурами окаменения, чтобы сказать это мягко. И поэтому фотография очень часто вызывает ассоциации со скульптурой, и эти стилизации тоже очень закономерны. И впоследствии стали фотографировать скульптуры с тем, чтобы они выглядели более наделенными некоторой подвижностью, что ли. То есть это был обратный ход в сравнении с тем, который вы видите на этой фотографии. Но, так или иначе, это не просто документальная съемка писателя Томаса Карлили, а это уже попытка представить его в определенном антураже, связанном с его деятельностью, с теми мыслительными процессами, которые происходят в его голове. И так далее. И это тоже очень характерно. И таким образом можно заключить, что портретная фотография с самого начала не ориентируется на то, что мы обычно называем документальной съемкой. Она с самого момента своего возникновения и в дальнейшем в своем развитии предполагает использование определенных атрибутов, определенных приемов, которые призваны в наибольшей степени проявить личность фотографируемого. Эта фотография уже более поздняя. фотография фактически конца XIX века. Фотография знаменитой актрисы Сары Бернар. И здесь, в отличие от предыдущего портрета Карлили, вы видите уже некоторые атрибуты, которые связаны с театральной областью. Вроде накидок костюмов, вроде колонн, на которые опирается актриса. И так далее. Эти две фотографии принадлежат знаменитому французскому фотографу конца XIX и даже начала XX века Нодару, которого считают мастером портретной фотографии. И очень любопытно, и на это я бы тоже хотела обратить ваше внимание, как современники описывали процесс съемки в его студии, на что они указывали. Во-первых, это были довольно длинные сеансы, потому что Нодар всегда разговаривал с теми, кого он должен был фотографировать. И в процессе этих бесед он выяснял какие-то важные для них моменты, на что они ориентируются, что является для них важным. И это помогало ему выстроить фотографию таким образом, чтобы в ней в наибольшей степени могла присутствовать личность фотографируемого, то есть то, что мы собственно обычно связываем с понятием портрета, а именно что он должен предъявить нам не просто изображение человека, поскольку в отличие от документальной съемки портретная фотография в качестве задачи предполагает этот момент обнаружения личности, которую мы можем собственно увидеть на портрете. И помимо этого так сказать процедурного момента, который был связан с тем, как Нодар фотографировал своих моделей, сохранилось очень большое количество свидетельств современников, которые отмечают какой-то магический характер фотографии Нодара в том смысле, что никакой фотограф не мог с ним сравниться, хотя к тому моменту, когда он работал в своей студии, студий уже было немало, и фотографов тоже было немало, и Нодару даже принадлежат достаточно извительные замечания о том, что нынче всякий норовит заняться фотографией. И в этом смысле важно иметь в виду, что для портретной фотографии эти элементы оказываются уже достаточно важными, и они присутствуют уже в фотографии XIX века. И все сказанное подводит к тому, чтобы говорить о портретной фотографии фотографии как некотором балансировании между очень разноречивыми практиками. Потому что, с одной стороны, фотография, портретная фотография, безусловно, вписывается в то, что называется постановочной фотографией, поскольку предполагает приход фотографируемого к фотографу, поскольку это, как правило, связано с элементами того, что сегодня называется дизайном, с теми предметами, которые фотограф считает нужным, запечатлеть рядом с фотографируемым, те приемы, которые он считает нужным, использовать для того, чтобы создать эту конкретную фотографию. И эти приемы, конечно, уводят его от того, что называется документальной фотографией. Так или иначе, портретная фотография является результатом процесса, который осуществляется фотографом, который им направляется и который им подготавливается. Но, с другой стороны, задача, которая стоит перед фотографом, все еще продолжает быть задачей фотографии и все еще продолжает связывать фотографию с тем, что мы обычно с фотографией связываем. То есть некоторый срез с реальностью мгновенной, остановленной. И это, безусловно, отличает фотографию, например, от живописного портрета, который функционирует совершенно по другим принципам. И фотография в этом смысле, безусловно, является таким слепком реальности в силу того, что она делается благодаря тем техническим составляющим, которые и заложены в фотографической технике, в фотографическом аппарате, в законах оптики, физики и химии и так далее. И, разумеется, эти процессы были гораздо более сложными в XIX веке и даже в XX веке до того, как начали получать распространение более легкие в обращении камеры. А в последнее время, естественно, это упростилось для пользователя в еще большей степени, поскольку все эти механические и прочие преобразования, которые приводят к появлению изображения на некотором носителе, они скрыты в технических устройствах и от пользователя почти ничего не требуется, в отличие от фотографов, естественно, которые были в начале распространения фотографий. и здесь я бы хотела показать вам еще раз фотографии, две фотографии Нодара. слева это выдающийся биолог Пастер, а справа это писатель Виктор Гюго. И если вы не будете сосредотачиваться на тех предметах и тех характеристиках времени, которые, естественно, здесь легко вычитываются в виде одежды, мебели и каких-то аксессуаров, если вы обратите внимание на лица, то в этом можно увидеть обычное действие фотографии. и в данном случае она выглядит почти, по крайней мере, она стремится к тому, чтобы быть документальной, чтобы представить этих людей, как они выглядели в привычной для них обстановке в момент размышления или в момент какого-то нервного напряжения. И в этом смысле дистанция, которая нас от них безусловно отделяет, может быть сокращена в том процессе рассматривания, который мы осуществляем. Но, однако, это не означает, что эти фотографии лишены тех приемов и тех технических аспектов, которые всегда связаны с портретной фотографией. И в этом смысле, совершив довольно значительное движение во времени от рубежа 19-го и 20-го веков к середине 20-го века. Но не забывая о том, что фотография, которая занимается портретированием, строится на, как правило, строится на тех приемах, которые характерны для того или иного фотографа и даже трюках. Важно вспомнить, что в набор этих процедур входит и коммуникация с фотографируемым, как правило, в течение какого-то времени. И даже сегодня у знаменитых фотографов, которые занимаются портретные фотографии, в описаниях, которые делают их сотрудники и крайне редко они сами, можно прочесть, что это всегда некоторый процесс, который связан с этой коммуникацией с фотографируемым и вовсе не предполагает некую мгновенную съемку, результат которой потом и должен видеть зритель. И в этом смысле фотограф всегда ищет некоторый компромисс между техническими возможностями, которые предоставлены ему его аппаратурой и которые в том числе всегда предполагают некоторую фрагментарность и то, что фотография это неизбежно фрагмент и неизбежно один кадр, который может быть только частью последовательности кадров, частью пленки и так далее. И в этом смысле в отличие например от живописного портрета фотография всегда в значительной большей степени фрагментарна. и в этом смысле то, что изобрел фотограф Халсман и то, что вы видели на выставке, поскольку в основном это именно фотографии из этих серий, а именно прыжок, это очень любопытное явление как раз среди тех приемов, которые фотографы используют. Поскольку с одной стороны прыжок это то, что мы видим непосредственно на фотографии, то есть это часть визуального поля фотографии, но с другой стороны это прием, который фотограф использует для того, чтобы выстроить свою серию с одной стороны, а с другой стороны для того, чтобы как раз показать ту задачу, которой стремилась и стремится портретная фотография, а именно показать целое, показать личность и так далее. И хотя Халсман фотографировал в основном знаменитости, многих из которых мы можем даже узнать на этих фотографиях, несмотря на то, что мы принадлежим другой культуре и отделены от того времени, когда были сделаны основные фотографии этой серии, то есть от 50-х и 60-х годов 20-го века, более чем полувековым разрывом во времени, тем не менее многих из этих людей мы можем узнать. тем не менее этот прием, который Халсман придумал, позволяет ему в большей степени предъявить не те лица, которые могли бы быть на других на страницах других изданий и в этом смысле то, что удается Халсману в этих фотографиях в значительной степени происходит как раз благодаря этому приему. Здесь опять же в связи с тем, что говорилось вначале, важно обратиться к тому, как сам Халсман описывал свои фотографии. И он считал так и сам, и те, кто оставил какие-то воспоминания о нем приходят примерно к тому же, что эта коммуникация, которую он осуществлял с теми, кого фотографировал, носила в общем, как здесь это фигурирует, характер такого психологического взаимодействия, и что для того, чтобы быть портретным фотографом, ему приходилось использовать какие-то навыки психолога, такого стихийного, интуитивного. И здесь Халсман также обращает внимание на то, что в его задачу входило более сложное взаимодействие, чем, скажем, поворот головы, фотографируемого под определенным углом. и знаменитые фотографии Мэрилин Монро, которые он делал, также сопровождались целым комплексом процедур, которым он посчитал нужным прибегнуть для того, чтобы эта женщина, изображение которой было к тому времени уже, в общем, достаточно растиражированным, появилось в каком-то неожиданном свете. и для того, чтобы эта фотография получилась, по воспоминаниям самого же Халсмана, они разместили Мэрилин Монро в углу комнаты и фактически наблюдали за происходящим, делая снимки, чтобы потом иметь возможность из нескольких десятков снимков выбрать ту, которая показалась наиболее интересной. И, собственно, то, каким образом был изобретен этот прием прыжка, это тоже результат тех процессов коммуникации с фотографируемыми, которые Халсман проводил во время своих сессий. И он вспоминал, что когда его отправили фотографировать семейство Форда к юбилею компании, он провел там достаточно много времени и тем не менее не считал, что снимки, которые они делали, будут удачными. И тогда он, собственно, и предложил этот довольно неожиданный ход. И любопытно в этом смысле, что и в дальнейшем, хотя Халсман делал эти фотографии прыжковой серии, если ее можно так назвать, в течение нескольких лет, каждый раз, когда он подходил с этим вопросом, с этой просьбой, довольно неожиданной, довольно странной, поскольку, конечно, крайне редко при изготовлении портретной фотографии просят фотографируемых подпрыгнуть каждый раз. И сам Халсман также нервничал и далеко не был уверен в том, что в этот конкретный раз это получится и он получит согласие. И действительно, такие сохранились свидетельства о том, что несколько человек отказались, но их оказалось крайне мало в сравнении с теми, что согласились. И на выставке вы, конечно, видели, что согласившихся оказалось немало. Даже по тем снимкам, которые есть в залах на первом этаже. и в этом смысле сам этот прием, хотя он и работал на протяжении нескольких лет, также вписывается, как это ни странно, в структуру самой фотографии, в ее фрагментарность и спонтанность, поскольку собственно момент фотографирования оказывается незаданным и оказывается зависящим от большого количества факторов, и фотограф в состоянии повлиять только на часть из них, поскольку также есть еще взаимодействие с техникой, есть взаимодействие с фотографируемым, и все это оказывает свой отпечаток на то, каким образом и какой получится сама фотография. И очень любопытно также сравнить то, что придумал Халсман с то, как это работало. В этих фотографиях безусловно видно, что это работало, поскольку даже такие чопорные и следящие за выражением своих лиц портретируемые, как, например, герцогини и герцог Винздорские, тем не менее, никак не выделяются из этой общей серии, поскольку они также согласились, и также это странное требование, странная просьба фотографа произвела таки свой эффект, и они также предстают в этой серии в достаточно необычном виде. и любопытно сравнить то, каким образом работает этот прием с другими сериями портретных фотографий и с достаточно распространенным представлением о том, какой должна быть портретная фотография, которая нашла свое отражение в том числе в книге такого теоретика фотографии как Ролан Барт. И его книга о фотографии переведена на русский язык, и в ней Барт пишет о том, что те фотографии, которые его интересуют, если посмотреть на иллюстрации к этой книге, то сплошь это все портретные фотографии и никакие другие, сделанные разными, но, как правило, очень известными фотографами, среди них, правда, нет фотографий Халсмана, но, предваряя свое теоретизирование по поводу фотографии, Барт пишет о том, что читатель не найдет в этой книге рассуждения о фотографиях, которые строятся вокруг трюка. Там прямо так и написано, и Барт говорит о этих фотографиях, которые выстроены вокруг трюка в довольно непрежительной манере, поскольку полагает, что такого рода фотографии, выстроены вокруг трюка, снижают потенциал взаимодействия фотографии со зрителем и вообще эту фотографию сильно обедняют. Правда, нужно отметить, что в этих фотографиях Барт прежде всего имел в виду под трюком съемку в такой журналистской скорее манере, то есть такую квази-документальную съемку, которая призвана привлечь внимание зрителя прежде всего этим трюком, а не тем, что именно показывает фотография. и в этом смысле с точки зрения Барта эти фотографии неизбежно становятся на поводу у того сюжета, который эти фотографии призваны показать. и таким образом смещают внимание зрителя от изображения к тем процессам социальным, политическим, ради которых этот трюк в изображении используется. но если попробовать рассмотреть фотографии Халсмана в такой именно перспективе, то оказывается, что в его работе этот трюк, этот прыжок играет совершенно другую роль, а именно он вовсе не уводит внимание зрителя к каким-то другим областям социальным или политическим, но напротив позволяет зрителю как раз оказаться в этом измерении, на которое собственно и нацелена портретная фотография, всегда была нацелена на предъявление мгновенное, пусть фрагментарное, но тем не менее по возможности предъявление этой личности, которую и фотографирует фотограф. И здесь работают даже несколько планов, поскольку один из этих планов работает для зрителя, а другой безусловно работает и для фотографа, и для тех, кто собственно подвергается этому процессу фотографирования, поскольку этот прием и для них самих оказывается средством преодоления тех рамок и тех способов поведения, которые являются для них привычными, и которые закрывают собственно их существо от чужих взглядов и только благодаря этому приему, как ни странно, в контексте рассуждений Барта здесь получается предъявить собственно личностные характеристики тех, кто изображается. И, конечно, это работает не для всех в одинаковой степени, для кого-то меньше, для кого-то больше, но, тем не менее, примеров, где это очень видно, видно в таком визуальном, открытом смысле достаточную, чтобы утверждать, что этот прием был использован крайне удачным. Но, с другой стороны, и об этом тоже невозможно не сказать, безусловно, фотографии Халсмана принадлежат своему времени, так же, как принадлежит своему времени и его взаимодействие с Сальвадором Дали, так же, как принадлежат своему времени обложки журнала Life, которые представляют собой его фотографические работы. И сегодня, не в последнюю очередь, из-за тех технических изменений, которые позволяют делать фотографии легко, размещать их легко на различных ресурсах, портретная фотография переживают какой-то другой этап своего существования, который безусловно отличается от того, к которому относятся фотографии Халсмана. И сегодняшние фотографии, которые предъявляют нам, например, социальные сети, безусловно, в гораздо меньшей степени основаны на тех работах по подготовке, съемке, которые всегда характеризовали портретные фотографии. И в этом смысле то, с чем мы имеем дело в ряду этих фотографий, это конечно какой-то новый этап развития фотографии, развития фотографии портретной в частности и в том числе. На этом я хотела бы остановиться, и может быть у вас есть какие-то вопросы? знаете, совсем не слышно. Но на выставке есть несколько фотографий, которые не входят в эту серию. их правда очень мало, но они есть. Но если вы имеете в виду, есть ли они у меня в данный момент, нет. с другой стороны но здесь есть две фотографии Хичкока и Эйнштейна, которые не принадлежат этой серии. но оба они были сделаны раньше, чем эксперименты с прыжковой серией. Вопрос в том, хуже они или лучше. но если вы говорите, что прыжок это такой технологический момент, который подготавливает к тому, чтобы сфотографировать, сделать портрет в более классической манере, то из этого можно заключить, что тогда этот портрет такой более классический и в этом смысле является более ценным. Значит, может быть лучше, чем фотографии, сделанные в прыжке. возможно, возможно, в самом начале это было скорее техническим приемом, который он использовал, но с другой стороны прием оказался удачным и он использовал его в дальнейшем уже специально. Может быть еще какие-то вопросы? вопросы если вопросов нет, то мне остается только поблагодарить вас за внимание и если вы еще не видели выставку, то или может быть наоборот, даже если вы ее видели, ее можно посмотреть еще раз. Спасибо.